Сегодня в реабилитационном центре Кентавр, который находится в подмосковном городе Котельники, очередной праздник. Очередной, потому что здесь привыкли относиться к каждому новому дню, как к празднику. Правда, сегодня воспитанники этого центра подготовились особенно. Они приготовили концерт ко дню матери. Будет все как у других. Танцы, песни, сценки. За кулисами останутся только долгие месяцы подготовки к тому, чтобы самому подняться на сцену. Самому стоит рассказать свои несколько строчек и самому поверить в свои силы. Для многих из этих детей, занимающихся в центре Кентавр, мама – это не просто первое слово. Это имя того человека, который, несмотря на все трудности и препятствия, не бросает, а идет рядом, крепко держа за руку. Впереди большие соревнования международного уровня. Это соревнования Мингранта Хаперия, где Настя будет участвовать вместе со здоровым ребенком. То есть получается сафета на уровне здорового человека. В этом реабилитационном центре помогают разным детям разных возрастов. Кого-то учат говорить, кого-то не боятся выходить на улицу, кого-то защищают от собственных родителей. А кому-то просто необходимо побыть в тишине. Как, например, Настя. Настя растет в многодетной семье. Каждый выходной она приходит сюда, чтобы провести время в комнате, где она будет единственным ребенком. В этой рецепторной комнате психолог занимается с Настей по специальной развивающей программе. Здесь она узнает мир на ощупь, придумывает свои названия всему, что ее окружает. А эти братья-близнецы на своих занятиях, казалось бы, просто играют с цветной бумагой. Это, во-первых, для головы, и они соображают так лучше, когда они что-то делают с паттином. Центр «Кентавр» – один из лучших в России Московской области. Финансируется он в средства областного бюджета. Все было куплено государством. То есть, когда здесь строилось помещение, ремонтировалось, и вместе с ремонтом он устраивался в этой соляной пещере. То есть, это деньги правительства Московской области. Однако ежегодного бюджета «Кентавру» хватает только на самое необходимое – оплата коммуналки и выплата предельно скромных зарплат работников. Большая часть всего оборудования, а также поездки, праздники, подарки – делал рук спонсору. Нам подарили именно благотворительные спонсоры. Спонсоры нам тяжело назвать, все же это благотворительные, которые не равнодушны. Директор реабилитационного центра Светлана Гендуловна постоянно ищет людей и организации, готовых хоть как-то помочь. И то, что называется бомбезным словом благотворительных, начинается с малого. Любой может подарить центру лишнюю, давно не нужную одежду или игрушки. Хозяин небольшой местной булочной по выходным встречает в специальную партию пирожков. Торговый центр дарит плюшевые игрушки, а частные компании, компьютеры и другую технику. Помогать хотят многие, но решаются не все. И дело тут не в жадности. Благотворительные ставят в себе серьезные подводные камни. Журналист Валерий Панюшкин уже не один год помогает собирать большие деньги для больных детей. Для его мнения благотворительности закона не мешают, зато сами организации так усложняют ее, что часто помощь не доходит до тех, кто в ней нуждается. У депутата Государственной Думы Семенова большой опыт благотворительности. На днях пройдет первая служба в храме, построенном полностью на деньги его благотворительного фонда. Вы как депутаты благотворительницы, с какими сложностями вы столкнулись? Вы знаете, я иногда сталкиваюсь, настолько сталкиваюсь, что пересекаюсь с чиновниками, что вроде они меня заставляют нарушать закон. Обязательно предложим закон, который будет стимулировать благотворительную деятельность. Пока за детей большие дяди пытаются решить их большие проблемы, они еще не знают, сколько стоит их счастье. Говорят, что счастье нельзя купить, но и подарить его, как оказалось, тоже очень трудно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова